Геннадий Геннадий, здравствуйте! Рад вас видеть, как всегда. Когда матч закончился, четвертьфинал России и Канады на чемпионате мира, 1-2 проиграли нашу овертайме, вы написали мне, что вы так и знали, что все по такому сценарию именно и пойдет. Почему вы так знали? — Наверное, все последнее, как у нас развивается хоккей и как мы играем. Я предполагал, правда, у меня свидетель только жена, я ей это сказал. — Не даст соврать. — Да-да, при счете, когда даже 1-0 было, я так говорил, сейчас канадцы сравняют и потом дотянут до овертайма. И я думал, сейчас булиты еще будут, и мы где-то проиграем все равно. Ну, потому что с этой сборной Канады нельзя было так играть. Если бы, наверное, канадцы собрали всех лучше, вот так можно было играть еще. Ну, у нас есть, ну, вы видели, смотрели весь хоккей, мы шайбу, с ними надо было играть с позиции силы, взять шайбу под контроль. Молодые ребята, пусть бегают они без шайб. Мы должны были играть вот именно вот это, вот любят, сейчас вот вспоминают все вот это советский хоккей, вот именно коллективно. Мы что делали? Вроде начали неплохо там пять минут поиграли, да, под контроль, пока те, видно, волновались. Вот. Но потом канадцы взяли шайбу под контроль. А мы все пытались с молодыми ребятами, пытались их выбрасывали, бежали, бились. Зачем? Мы должны были играть за счет мастерства. Я, в принципе, у меня было такое предчувствие, что мы так и будем играть, о чем я вот и говорил. Мне показалось, мне показалось на самом деле, то есть, может быть, и хотели бы брать игру под контроль, но мне показалось, что канадцы, они такие молодые, мобильные. То есть, как только наш игрок получал шайбу, его накрывали сразу один, а то и два канадца. То есть, они очень хорошо накрывали. И поэтому нашу команду гоняли по периметру. А вот... Это я согласен. Согласен. А вот здесь вот уже вот и получается. Мы-то вот оказались вот именно не готовы к этой игре. Вот чтобы взять шайбу под контроль, это нужно движение всех игроков. Надо быть, вот как если в советские времена вот говорил тот же Виктор Васильевич Сихонов нам, чтобы вот у игрока с шайбой которой было два-три предложения. Это о чем говорил? Что два-три игрока уже должны было под ним, кому он мог дать передачу. А здесь, о чем вот вы говорите, как раз мы вот этого и не делали. Мы играли примитивно. Два игрока бежали туда под дальнюю синюю линию, защитники выбрасывали просто через борта, а они нас начали накрывать. У нас не было единой команды. Вот в этом вот и проблема. Вот мы сейчас в этом проигрываем. У нас, мы играем почти, у нас весь хоккей и детский хоккей, вот так же. Я вот помню, вот 2002 год у меня вот в сборную брали ребят как-то. И вот они там говорили даже, приедут оттуда. Все там, чуть что, какой-то пас, подержать шайбу. Тебя, не дай бог, там раз-два сделал, вроде молчат. Чуть ошибся, тебя сажают. Все, больше этого не делают. И приучают играть ребят, вот именно одни выбросы. Мы не играем. Почему у нас и защитников хороших нет? Да, у нас есть даже, вот здесь вроде, ну, самое интересное, это вся лучшая защита, наверное, собралась. Кроме Сергеевича. Ну да, у нас больше защитников вообще нет. И мы все равно, у нас нет играющих. Ну, Проворов, вот он пытался держать. Шайбу еще там, Орлов где-то. Но все равно мы вот играем разрозненно. Вот здесь более коллективная игра должна быть. Вот это помощь. Почему мы вот отошли от этого хоккея, я не знаю. Кстати, такая же пробуксовка была и в матче со Словакией 1-3 и со Шведами первые два периода. И бросалось в глаза, когда защита играет нормально, вратарь играет нормально, но в атаке мало креатива. И это связывали там Григориенко, нету еще как-то, нету кого-то. Но этот, мне кажется, креатив пропадал раз от разу, как вы считаете? Вот, ну, его и нету. Вы посмотрите, вот мы играем, я еще раз повторюсь, вот это вот примитивный хоккей. Мы в зону входим через сброс. Мы всегда в борьбе. Мы туда забрасываем, бежим, боремся. У нас нет атак сходу. У нас совершенно нету, чтобы какая-то помощь ишла. Кто-то вошли, кто-то там притормозил вторым темпом. Мы совсем разучились играть. Я не знаю, с чем это связано, почему сборная. Но я считаю, что у нас весь хоккей не туда идет. Вы 8 матчей посмотрели. Вы все матчи смотрели, да? Не все, но большинство. Какая тройка вам больше понравилась? И какой вариант вы бы, может, видели для себя в голове? Потому что там, может быть, кого-то с кем-то ставили. Говорили, вот надо было бы вот так, наверное, попробовать. Кто вам понравился? Вот как бы вы скомбинировали линию атаки? Про защиту я и вратаря не говорю пока. Ну, да, я не знаю, тут тяжело, конечно, сказать, чтобы вот так вот, наверное, я сказал, вот так, чтобы вот очень внимательно, что весь чемпионат я не смотрел все игры. Ну, кто-то вам понравился, кто-то вам понравился в нападении, то есть там, мне не говоришь, что прям новые кучеры гуси, но кто-то вам понравился, как человек, который хорошо умеет ставить игру нападающим, воспитывать нападающих. Кто вам из нападающих понравился в этой команде? Толчинский, вот кто? Знаете, как-то вот, вот видите, если взять вот игры, вот соперник, когда создавал вот эти проблемы, вот та же игра там со шведами, вот со словаками, и все, и как-то и нападающие все растворялись во вчерашней игре с канадцами. Вот когда только начиналось вот это тяжело, чтобы вот взять вот вчерашнюю игру, если, и все, и нападающего-то ни одного, наверное, нехого выделить. Чтобы вот вокруг кого-то там что-то он вот создал, сделал. Ну вот смотрите, вот два решения было. Во-первых, решение, как я понял, по ходу, по-моему, второго периода, да, посадили Бурдасова и Толчинского, да? Это было ли, ну, логично ли это было? Ну, Бурдасов, он такой игрок, он все-таки где-то за счет индивидуально где-то протащить бросок хороший. Он не такой хорош в коллективных действиях. Да, крепкий такой, мощный. Я как-то трудно вот мне даже вот сказать. Да, ну смотрите, давайте так спрошу, вот когда забили гол наши, забил, что удивительно, Тимкин. Как вы, за счет чего это забили, и как все это получилось? То есть, как вы считаете? Ну, вы сами знаете, что он забивает, там, он бывал, там, забивал, там, в этих плей-офф, там, за кубок Гагарина. Иногда он за сезон, там, забивает один-два гола. Вот здесь, ну, так подвезло, наверное, ему. Это не тот человек, который вот именно постоянно забивает. Ну, там, за счет того, что Орлов там скреативил, там, камнем подал, вот как-то вы видите, за счет чего родился этот гол? Как он вам показался, он был логичным или то, что Тимкин до этого удалили во втором периоде? Я не скажу, что это, наверное, что-то логичное. Потому что логично, когда забивает вот постоянно там, что-то наигрывает. Логично, вот, я смотрю, вот, вот сейчас, если вот там посмотреть, вот там Кучеров, там, отдает вот эти, там, забиваются, вот это, там, логичные голы. Там они наигранные уже, из игры в игру, там, их вроде разбирают, а они все равно. Ну, а здесь так, спонтанно, наверное, просто произошло. Тем более, человек забил, который там в следующие шайбы, не знаю, когда. За сборную-то, наверное, больше и не забьет. Ну, что я хочу плохого о нем сказать, но... Ну, да. Когда Тарасенко схватил удаление за опасную игру высоко понятой клюшки, это такой несчастный случай, да, там, ну, как там все получилось, случайно все? Ну, конечно, ну, это бывает же, но это, эти моменты, они бывают. Здесь надо было не ждать овертайма, надо делать, было результат, выходить и сразу делать результат. Дотягивать вот с этой командой, понятно, что мы вроде были фаворитами этой игры, и состав у нас вроде хороший, и все. Они-то в плане психологии, они играли бы, ну, проиграли бы, никто им ничего не сказал. Вот, они более спокойно играли, поэтому вот эти и заняты, тяжело, вот они, чем дольше игра затягивается, тем тяжелее той команде, которая вроде считалась сильнее и должна была выиграть. Тем более такое давление все вроде, вот-вот, канадцев этих-то мы обыграем. А у вас было чувство, что гол назревает, когда большинство у них получилось? Ну, он и был, вот там моменты, там были моменты, там и в первом периоде было пару моментов. К этому и шло, все равно должны были забить, потому что раз мы ничего не можем сделать в атаке, значит, мы все равно пропустим. 1-0, ну, выигрываются игры, но это очень редко. Вот объясните, вот когда идет игра в овертайме 3 на 3, да, кто должен выходить 3 на 3? Вот вы тренер команды, любой команды, кто должен выходить в овертайме 3 на 3? Ну, я по тренировочному процессу знаю, и там уже индивидуально сильные игроки. То есть это самый сильный должен выходить? Конечно, там, потому что там кто может подержать шайбу и в обороне сыграть, и протащить, на себя игру взять. Это, ну, я вот, если я тренер, я знаю, подбираю эти тройки, чтобы там несколько троек там, там 3 тройки, например, они играют. Трех хватает, да, вот по кругу донять? Больше не надо. Больше не надо. Две тяжело, конечно, там объем большой, если вот когда начинается большое движение такое, непозиционно играет. Но 3 тройки больше и не надо. Я, как бы, ничего не имею против каких-то персональных игроков, не хочу там, чтобы их критиковали дополнительно, но вот когда на лед выходит тройка Морозов-Мейстеров-Тарасенко, аналогично выглядит? Ну, там вот Морозов, его там обыграли парня, там, не знаю, вот как бы я слышал это, что там Брагину вопросы задавали, что зачем он там... Брагин сказал, что типа он хотел, чтобы... Да, выиграл Брасву. Ну, здесь иногда выиграешь Брасву, а момента смениться не бывает, например. Ну, выиграл, там все равно проиграли, тут же шайба. Или отскочил они туда, и надо играть уже. Так получилось, что он не успел поменяться, не было времени, вот и получили то, что получили. То, что его так обыграли, он растерялся, ему опыта не хватило. Что вам показалось? Не просто обыграли, а два раза обыграли. Сначала обыграли, потом на круг зашел, еще раз обыграли. Я думаю, что, ну, наверное, это не его сильная сторона. Здесь вот уже, вот, конечно, тренер должен знать, кто играет в обороне, может зацепиться, что его не обыграют. Так. Как вам Бобровский, пожалуйста? Прилетел, была дискуссия с ОМОНом Бобровским, с ОМОНом Бобровским, в итоге Боб сыграл, прилетел через полсвета. Ну, в принципе, я бы тоже, вот, если бы вот эта ситуация была, я бы, конечно, тоже, наверное, Бобровского поставил, если бы вот от меня зависит. Почему? Потому что, все-таки, да, ОМОНов опыта такого большого не имел. Это игра все-таки, ну, Бобровский уже опытный парень. Его уже там, чтобы колотить начало, я думаю, что нет. Ну, он сыграл, нормально он сыграл. Тут не от него зависел, тут от нападающих зависел, надо было забивать от команды. Да. Что же у нас беда вообще в нашем хоккее, если мы говорим, от этого матча, переходя к вопросам нашего хоккея целиком, почему у нас нету центрофородов? У нас же большая проблема с центрофородами, и вот это опять отразилось в исходе этого матча. Почему их не воспитывать? Работаем над этим. А куда они делись-то? Почему? У нас раньше там были ларионов, там, и остальные. Их растить надо. А в чем не растить? С детства учить играть. Это, с центрофород, это такая позиция, это она основная. Вот я объясню, я объясню, что я имею в виду. Вот я, когда освещаю плавание, да, освещаю плавание, и есть виды кроля, кроль, то есть когда коксальников плавал полторы тысячи метров, да, там, 800 метров, вот, это стайры. А есть спринтеры, они плавают 100 метров, и эстафеты там 4 по 100. И когда пропадают стайры, как сальников, у нас их нету, я понимаю, почему они пропали, потому что плавать эстафету выгоднее. То есть ты плывешь 4 по 100, ты в эстафете медаль можешь взять, в личном, ты сил много не тратишь, ты по-быстрому проплыл, выплеснул 6 километров за тренировку. Тебе не надо 20 километров пахать. Это лошадиная работа, и она одна, эта дистанция, она одна. Вместо того, чтобы ты сотни можешь сложить там кучу дистанций, на Олимпиаде везде, это, соответственно, деньги, машины, то есть это огромный труд, полторы тысячи метров. И я поэтому понимаю, почему у нас там нету народа, а на 100 метров есть. Это и выгодно, и проще. В хоккее есть такая разница, что там центр фору должен пахать в 3 раза больше, а проще быть крайком, и как там, не знаю, забивать голы, завершать атаки. То есть, бывает голы там, тому все славы и почет, и Новый Овечкин. Есть такая разница в хоккее? Я думаю, есть. Но это опять от тренеров зависит. Он же в команде все равно амплуа в детском. В детском хоккее, когда начинают, тренер же расставляет. Кого в защиту, кого в нападение. И вот здесь я, наверное, вот такой вот сейчас даже ты меня на мысль на это навел. Почему центральных нет? Почему? Потому что, наверное, все правильно. Наверное, хороший паренек, его в край ставят. Для чего? Чтобы он там где-то в обороне не играл. Где-то на отрыве, где-то ему забросили, он убежал, обыграл, там забил. И, наверное, вот может быть, вот от этого мы, вот эту вот мы позицию центрального нападающего, мы ее поэтому и потеряли, наверное. Что все-таки я считаю, что, ну, вот я, как всегда, вот старался ставить в центр все-таки сильнейшего нападающего. Вот тот же у меня Марат Хуснудинов, например. Он у меня в центре играл, и он до сих пор как в центральной. Вот. А с другой стороны, если бы он, может, был в другой команде, его бы, наверное, в край поставили. Потому что быстренький, убежать может, обыграть, на отрыве где-то забить. А вот я его потихонечку вот старался как центрального воспитывать. Есть ли вообще, да, есть ли какой-то стиль в нашем хоккее, ну, там, ну, официальная версия, у нас красная машина, он там методички распространяет, вот эти папки. Но канадцы, которые там вместо 28 человек, они в заявку взяли 24, просто они не стали там 4 вакансии занимать, не парились на этот счет. У них три игрока, которые до 20 лет, никогда не играли в НХЛ, и у них там человек 10 вообще в НХЛ не играл, но они обучены, из университета. И было видно, что у них стиль есть с самого детства. Есть ли такой стиль у нас? Он все-таки есть такой, что? Сразу наоборот. Он был у нас. Вот сейчас, почему мы от этого, вот когда мы начали тоже в начале разговора с вами, что вот взять под контроль шай. Мы не можем сейчас, почему, я не знаю. Вот над этим тоже надо работать, чтобы, да, мы упростили игру. Вот наш стиль раньше был, вот взять, мы могли эту шайбу возить там очень долго, не отдавать. А сейчас мы вот этим не можем, вот эти канадцы, они накрыли нас. Да я думаю, даже тут не канадцы нас накрыли, мы сами себя накрыли, потому что мы упростили хоккей наш. И мы идем еще, и куда вот это вот... Мы, наверное, еще опустимся. Я не знаю, не хотелось. Конечно, обидно. Обидно вот за это поражение. Все там... Это тренерское поражение, как вы думаете? Ну, тут оно все, наверное. Мы же, смотрите, тренеров меняют, а мы все проигрываем. Не может бы же взять, что все тренера у нас плохие. У нас, наверное, сейчас вот этого системы нет. Вот этого своего какого-то... Шведы те же играют в свой хоккей, сейчас видно их, прям видно. Те же канадцы играют. Самое интересное, они играют в коллективный хоккей. Даже вот это сборные у них. Да, сначала вышли такие вроде какие-то корявенькие. Да, я посмотрел их, вот игру там в начале, когда они играли, американцы с канадцами. Я сам просто смеялся над этими канадцами, честно говоря. Я посмотрел пол игры и плюнул, и ушел. Они там играли большинство. Потом еще я какой-то отрезок с немцами, что ли, их видел там. Они 5-3 не могли разыграть. Ни одной передачи точность, чем отличаются всегда канадцы, это точность передачи вовремя там. Вот это большинство, особенно шайба у них ходит, защитники. А там каждая передача неудобная в ноги, то она вылетала у них. И вот как-то они смогли вот за счет этих игр, как-то вот немножко сплотились, и какая-то у них игра появилась вот вчера. Я даже удивился, начали они плохо. А потом так потихонечку, потихонечку. И смотрю уже, и шайба начала ходить, и держать. И помощь пошла. Они же входили в зону вот именно с пасом, с движением, с помощью. В отличие от нас. А если бы перед матчем, может быть, даже вас кто-то и спросил перед матчем, вы бы какой дали прогноз на матч? Перед матчем. Ну, я вчера дал прогноз, что мы, наверное, проиграем. Вот так вы думали передачи? Да, 60 на 40. Я говорю, Лен, вот 60 на канадцев, говорю, ставлю. Скажите еще такую вещь. Насколько важны для тренера его помощники? Потому что мы видим, например, на больших турнирах у Канады там 6 или там 5-6 главных тренеров. Главных тренеров разных клубов собраны вместе. У них там работы Майк Бэбкок, Хичкок, у них мозговой штурм есть. Здесь, на этом чемпионате мира, мы не стали париться, мы просто взяли штаб тренерский СКА. Ну, собственно, не в первый раз. То есть там вот такие ребята, как Бохнер, вот этот иностранец по работе с вратарями вместо Давыдова, кто там еще Титов на лапке, Лещев. По сути, это менеджеры, которые входят в обоим СКА. И у нас там сейчас в прессе выдвигается идея, мысль, что вот, там есть собрать всех лучших там. Потому что раньше, например, Никитин, даже на Олимпиаде в Корее, он отвечал за свой фронт, там, по-моему, за защитников. Если собрать лучших тренеров КХЛ, как вот канадцы делают, что-то это изменит или это все равно? Потому что, может, они наоборот мешать будут главному. Слишком умных много вокруг. Вот как вы думаете? Ну, все-таки, вот если вот брать советские времена-то, смотрите, были вроде Тарасов, Чернышов, два лучших тренера. Потом был тот же Тихонов, с ним всегда работал Юрзинов. Дмитрия его подключали. Фигуры большие были, да? Да, да, Лу, это вот о чем вы говорите, это Лутих там, не пять-шесть, но два-три тренера были лучшие, которые на данный момент, откуда самое еще, что было хорошо, оттуда были почти все игроки. Да. Ну, там Тарасов были, когда там были спартаковцы, еще Майоровы, братья Старшиновы, там кто-то попадал. Но в основном масса была тренера, которые их знали. Вот это, ну, ну, тренер такая фигура, как всегда же было. Выиграли, ну, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Вообще странно, у нас базовая команда сборной не только СКА, но и ССКА достаточно много игроков. Ну, и при этом не звать Никитин, точнее, он же был у нас. Почему, куда он пропал? Никитин бы, наверное, нашел. Никитин бы нашел подход к тому же Шелунову, который пропал абсолютно. Он и Григоренко, все же, они прошли через систему ЦСКА. Да. Я думаю, что вот здесь бы, наверное, я с вами согласен, наверное, правильно было вот о чем мы говорили, что вот как в Советской войне брали тренера еще оттуда, откуда большая вот группа ребят, из какой команды, с кем они, с каким тренером работают. Вот вы понимаете, кто в этой сборной отвечал за защитников? Ситов, еще кто-то. Нет. Вот тут здесь, в принципе, ну, за защитник, за эту главный, всегда отвечает главный тренер. На зависит фронт. Не, я говорю, к чему? Вот они же очень ЦСКА, например, славятся ЦСКА, славятся тем, что они здорово ставят игру защиты. И там же не только Никитин, там Юшкевич есть, он очень хорошо работает. Юшкевич, вот, да. Вот, а почему Юшкевич от того же не взять в сборную? Да. Он давно в ЦСКА уже работает вот именно по защитникам. И результат дает вот именно, что в защите там у них. А у нас, почему вот такой у нас менталитет среди тренеров? Почему, например, у нас нет таких конференций, которые проходят там ежегодно? Даже раз, я бы проводил их два раза в год, находил бы поводы. Потому что у нас вот два раза в год, как минимум, да, проходят там заседания там сайта директоров КХЛ, еще что-то. Ну, то есть собираются управленцы, менеджеры регулярно, решая свои вопросы, новые законы принимают. А почему тренеры не собираются? Вот так. И приглашали бы всех тренеров, не обязательно КХЛ, но других команд, там, детских тренеров. То есть там, я помню, я один раз был на таком семинаре во время Чемпионата мира, по-моему, 16-го года, Юрзинов читал. Не только Юрзинов, там, Каспарайцев выходил на трибуну. То есть там обмен опытом шел. Такой большой зал, и там сидели все тренеры разных уровней. Почему у нас этого нет? Почему у нас это не принято? Не знаю. Ну, сейчас вообще, я смотрю, вот даже все равно как-то... Вот... Ну, если брать, опять вернемся к советским временам, тогда вот именно главный тренер – это была фигура. Сейчас как-то тренеры, вот именно их много, но они как-то обесценились. Я не знаю, почему, вот о чем вы говорите. А я скажу, почему. Я скажу, почему. Вот у нас была система, вот вы о чем говорили, да, надо собирать, чтобы... Ну, это должен быть авторитетный тренер. Чтобы он был организатором вот этих вот семинаров. Чтобы он собирал всех тренеров. И чтобы у нас, наверное, была одна система вот подготовки, чтобы мы вот центральных нападающих нет. Ребята, давайте вот начнем над этим работать. С детей начнем работать. Готовить. Как их готовить? У кого какие предложения? Вот обмен какой-то должен быть, наверное, разговоры как-то. И не только разговоры, но чтобы и дело двигаться. Вот ведь там сейчас вот как бы третях ставят себе, например, вот он там в свое время там ввел лимит на вратарей, на иностранцев. И тогда у нас пошли вратарей. И вот сейчас, мол, типа, у нас же много вратарей. В НХЛ даже играет. Вот. И какой-то был прорыв. Не знаю, связано с этим или не связано. Но вот сейчас надо подумать вот о том, а почему у нас центральных нападающих нет. Давайте сядем и начнем готовить. Да, это не быстрый процесс. Но они будут, пускай там через 5-10 лет. Вот для этого нужны семинары. Семинары, потому что, когда вот проходят семинары два раза в год, и вы говорите там в феврале и в сентябре. Ну, когда там в феврале и там в апреле. Догласен. Вы говорите, у нас проблемы с этой формой. Что делать? Давайте обсуждать, давайте думать, давайте вместе вырабатывать, давайте договоримся, чтобы там русских больше ставили состав, а не иностранцев там. Ну, не знаю. Ну, понятно, что результат по главе угла. Но кто-то это на повестку дня должен выносить. Нас, получается, только федерация выносит через красную машину. То есть пытается... Да, КХЛ здесь подключить. Чтобы, может быть, вот центральный нападающий, может, должен быть русский играть в первой пятерке, а не иностранец. Чтобы в большинстве он играл. Чтобы мы готовили, мы наигрывали. Своих для сборной. Не знаю, что-то надо, да, собираться надо, делать надо. Просто так, само собой, вот и не получается. У нас через 8 месяцев Олимпиада в Пекине. Куда, скорее всего, приедут игроки НХЛ? Ну, по крайней мере, все к этому идет. Китайский рынок такой, что нельзя выпускать. Это не Корея. Что нам светит на Олимпиаде? Спорная Россия. Ну, эти турниры же, они как... Вот канадцы, почему они берут вот там четверых-пятерых тренеров разных, из разных клубов? Они опять, наверное, так сделают. Уважаемых таких людей они берут, чтобы ребята как бы их уважали. И вот они формируют эту команду. Там уже тренировать не надо. Там правильно их надо расставить друг с другом. Кто с кем подходит, кому комфортнее играть с кем. Вот главная задача в сборной. Что толку мы тренируем год, например, эти евротуры, вот все. А какой смысл было от них, если у нас ни один защитник не играл? Кроме Ажиганова. Ну, он просидел там, он не играл. В решающих играх. Вот, и для чего тогда эти евротуры? Вот чего мы там наиграем? Да ничего мы там не наиграем. Потому что на таких вот крупных турнирах играют другие люди, которые собираются просто там за какой-то там из НХЛ. Они приедут, сколько там их? Ну, за неделю раньше их не отпустят. Правильно? Да. Вот. Вот, и там их надо будет просто правильно собрать. И там никаких обид не должно быть, кто там в первой выходит, кто там в четвертой. Там должны приезжать люди, и куда поставят, и там играть, и выполнять свое задание. У нас часто бывает, вот даже вот тот же там Бобровский, ну, я тоже не против был, чтобы его поставить. Но раз он приехал, его надо ставить. И здесь, если, например, Самонов на данный момент был сильнее, он должен был играть. Мы же с вами не знаем, кто там сильнее был. Это же на тренировку где-то посмотрели, в каком он состоянии, и в чем. И здесь не должно быть обид. А у нас чаще. Приехал из НХЛ, значит, он должен играть. Обязательно должен из НХЛ приехать. Значит, человек у нас играет здесь, в стране, вроде он у него, вот там, да. Вот он в НХЛ уехал, сразу раз его, и в сборную везде приехал, его сразу, ему место хорошее дают. Не по каким-то игровым качествам, а вот именно то, что он из НХЛ. А то он обидится и не приедет. Ну вот Никита Гусев же, несмотря на свой неудачный опыт в НХЛ, возвращается в СКА, он же будет там хорошо играть. Это же понятно, что он будет одной из главных звезд КХЛ сразу обратно. У него же никуда не денется. Поэтому они же уровнем выше. Игроки такие. Поэтому и ставят их. Не, ну я согласен, но нет, то, что там, если игрок еще играет в НХЛ, конечно, он уровень, значит, у него уровень хороший. Потому что, если у тебя будет слабый уровень, ты там не будешь играть, ты там не будешь играть. Да. Это однозначно. Так может быть, у нас как раз на Олимпиаде не все так плохо будет именно с нападающими. Потому что, смотрите, кучера при, да, ну, малки-навечки возрастные, но все равно. У нас есть, там, капризов, да, будет, пусть форма Тарасенко наберет. Может, мы там, нормальная атака у нас будет? Или вопрос, именно как играть? Какие-то будут, Павел, а вот сможет ли тренер их правильно расставить? Вот о чем я уже вот сейчас говорю. Вот, вот. Значит, если правильно расставить, и чтобы не было обиды, у них они же могут как, если там, например, кого-то там, ну, грубо говоря, там, Овечкин приедет, а его поставят там в четвертую тройку, он же обидится. Да, такое было с ним. Большинство там играет, например. Ну, я так образно говорю. И вот раз там кого-то, того же Малкина, там, туда-то, этого, туда, где-то не поставили на большинство. И здесь вот они, вот чем мы отличаемся от канадцев? Что они, вот эти сборные, они приезжают там, и вот именно как-то... А знаете, я вам скажу, вот моя версия, я опять же не знаю, как все будет, но я думаю, кто будет тренировать сборную на Олимпиаде, где мы будем защищать наш титул олимпийский чемпион, действующий. Вот. Я считаю так, что Брагина не оставят, потому что там есть и выражение пробитые боксеры, и мне кажется, там в нем уже разочаровались. Ну, то есть, будет неуверенность вокруг команды, если повезет Брагин на Олимпиаду, потому что его будут хейтить в следующие 8 месяцев, пока он будет оставаться у руля сборной. Я все понимаю, потому что тут было все как-то спорно, поражение. Если не будет каких-то кардинальных перемен, как там раньше Знарок приходил с штабом, там, да, Сопрон, Динамо, вот эти все, еще там, Быкова, Захаркина, подходи, мне была своя система. Система, если останется такой же, то просто на Олимпиаду поставят Игоря Лариона, Игорь Ларион, он в обойме же, вот, СКА, вот сборная, у них там есть, Игорь Лариона поставит, и он будет с этим, со своими инхайлцами находить общий язык, он будет работать по лекалам. Другой вопрос, кто будет его помощником, то есть, я не вижу, что будут помощники там, или еще в цитах, нужны авторитетные люди, но если они нужны авторитетные, Хаби Буллин, понятно, по вратарям будет работать, но кто, какой же, соберется вокруг Ларионова штаб, и вот, и Ларионов, мы видели, как он работает, молодежничка, Атимиры, да, там тоже было разочарование, так что, как вы думаете, вообще, вот, у вас есть версия, кто будет тренировать, вообще, куда мы, придем, кто будет рулить. Честно говоря, нету, нету версии никакой, и вот это будет, это, наверное, будет проблема для нашего руководства, кого назначить сейчас, очень большая проблема, я даже не вижу, вот, ну, вот, Игорь, да, он, вот этот молодежный чемпионат все-таки показал, что ему не хватило, что он, вот, тренером-то не работал, вот, именно здесь, вот этот опыт расставить игроку, кого, с кем, он должен взять себе сильного помощника, должен взять себе сильного помощника, а где, из кого, из кого, вот, кто у нас это, на кто у нас пособлен на Олимпиаде, знарок, представьте, знарок, или у них абсолютно разный характер, они не сработали? Я не знаю, вот, вот здесь, но здесь сборная, ведь у Чернышева, с Тарасовым, как говорили, тоже характер разный был, но они сборные, и их вызывало руководство сверху, и говорили, засуньте свое, вот это все, с разность характера, это сборная, это страна, это честь, и давайте мы там же, им поработать надо будет там, ну, месяц, от силы, вместе еще разбежались со своими характерами, сделай дело, и гуляй смело, я вот считаю, тут здесь вот, должно быть руководство так сработает. Я бы на самом деле сделал интересный ход, я бы сделал такой ход, потому что мы помним, Олимпиада была в Нагана, там первая Энхайловская Олимпиада, из нее выросли интересные люди, я бы сделал штаб такой, Ларионов, Жамнов, он уже сборный, Ковалева бы привлек, и вот это, Хабибуллин, и вот это все поколение игроков того времени, которые уже, как тренеры себя проявляют в той или иной области, они, во-первых, из одной вот этой компании, во-вторых, они действительно уже набрались там не колишен, да, вот такого тренерского чутья, и вместе, может быть, это получил бы интересный химик, наверное, хотя по мне, я бы собрал бы, у нас же был опыт в Сочи, когда мы в Сочи, 2014 год, нас собралось там человек 10 в штабе, то есть там были Касатонов, даже Белоусова взяли в последний момент, да, там Белов, там Беллидинах, собрали огромный штаб, и никто не знает, что получается, только мне отвечал, мышки, то есть, не, большой штаб не нужен здесь, здесь не нужен, а все-таки, я бы, изнарка бы, наверное, надо привлечь, о, изнарка, да, наверное, потому что, ну, он и работал, и давал тут результаты, на ребят знает, у нас штаб корейский был какой, изнарок, Виталинш, Никитин, Никитина можно взять к нему, Никитина, почему нет, вот это, был Воробьев, ну, мне кажется, они поругались потом, изнарок и Воробьев, но вот у них же был Воробьев, который сейчас тоже работает как главный, и был главный тренер сборный, вот нужно набирать вот таких действительно, ну, может вернуть этот вот штаб, да, вернуть штаб, нет, мы олимпиаду выиграли, да, там олимпиада была, там не все, да это, это, но они все равно выиграли ее. Да, представляете, какой штаб был бы, Знарок, Виталинш, Воробьев и Никитин, да, был бы совсем другая картина. Нет, они работу знают, они работали, потому что я хорошо отношусь к Игорю, конечно, Ларионову, но у него нет опыта. Кстати, кстати, я бы на самом деле даже с Брагиным бы не прощался, потому что там, он хороший, например, как скаут, то есть я помню, когда мы Канаду обыгрывали 10 лет назад, он как скаут, я вот мониторил, там, досье написал, он тоже помогал в своей роли, Иларионов мог бы помогать в своей роли, допустим, главное, чтобы не было эгоизма в штабе, чтобы там планшет, чтобы работали на единое, на какое-то, на результат работали, а не каждый сам на себя. Здесь вот что главное, один должен быть человек, кто-то там, пускай знарок, там, ну, образно говоря, и вокруг него вот эти люди, которые будут ему помогать, и чтобы в одну дуду дудели, а не в разные там. Кто-то должен обледенеть. А вот смотрите, вы хорошо знаете психологию игроков, общаетесь с ними, не говорю о том, чтобы какие-то там подробности выдавать, но, насколько на игрока влияет, кто его тренирует. Вот, например, Кучеров приезжает, да, Гусев, они приезжают в сборную, которую тренирует человек Х, они как солдаты, такие говорят, нам все равно, там, нам куда говорят, то мы и делаем, или они чувствительные, и они нервничают, когда там тренируют, там, человек неправильный, который не понимает каких-то вещей, для которых для Кучерова и Гусева простые аксиомы, они не на одной волне, и у них по этому не идет игра, или такого нет. Вот, знаете, да есть любого хоккеиста, я просто и по себе помню, еще когда по молодости, и сейчас ребята, все равно, вот там в сборной, там, вот, вот с ребятами я общаюсь, и я понимаю, да я и по себе тоже, что, очень важно создать вот эту атмосферу, доброжелательность, чтобы человек приехал, чтобы ему было комфортно, чтобы он получал удовольствие. Вот, вот это главное, вот в сборной. Тогда ребята будут, с ними надо и уметь, и поговорить, в какой хоккей они хотят играть. Они уже люди опытные, там, они в кубке Стэнли выигрывали, и все, за сборной играли, им 30 лет. Вот здесь тренер обязательно должен с ними, как бы, ну, не то, что советоваться, но все равно разговаривать. Я не знаю, сейчас есть эти разговоры, или нету. Вот такие вот. А раньше были, все равно, с ветеранами команды, тренер, любой тренер, он собирал, и он разговаривал. Тот же Тихонов, тот же Тарасов. Обязательно, они же тоже со своей, им играют. Если они говорят, что с кого поставить, там, с кем им лучше играть, как лучше. Я вот еще раз говорю, я не знаю, сейчас есть такое или нет. Но если, вот о чем вы сказали, приезжает там, вот из НХЛ, тот же там, Кучеров-Гусев, и если ему там какой-то, там, тренировки, там, что-то, упражнение какое-то дают, а оно, ну, не нужно. Конечно, у них сразу такое чувство, такое. Им тоже, они приезжают оттуда, им здесь хочется покайфовать. Не просто там погулять, там, чего-то это, пиво попить, а вот именно поиграть, они же приезжают, чтобы получать от игры, удовольствие получить. Многие в детстве с кем-то играли, там потом разъехались, и сборная-то как бы объединяет. И вот там надо создать хорошую вот атмосферу. Это очень важно. Скажите мне там по секрету, то есть, если вам есть что рассказать, вы расскажите, если вам рассказать нечего, вы скажите там без комментариев, я пойму. И вот тогда вот под Олимпиаду с участием игроков, игроков НХЛ у нас был один турнир за последние годы, который под этот стереотип подходит. Это Кубок Мира 16-го года, который был в Торонто. Вот там собрались все сильнейшие хоккеисты, НХЛ, тренировался на рок, в штаб ходил, кто там, я не помню, Виталий Шпанов, Жамнов. То есть, там была такая вот интересная компания, Кучеров, Кучеров получал удовольствие от этой последствии? Давно было, как раз после этого Кубка к нам тогда приехал. Кайфовал он, он с восторгом рассказывал, вот там у нас была классная, они проиграли, там полуфиналь в Канаде проиграли, это да, но ему понравилось там в том коллективе. Даже вот как-то или забылось это немножко, как-то вот в голове не отложилось вот это так. А скажите тогда, от какого состава сборной он кайфовал? Про плохое не будем, какая ему нравилась сборная, коллектив какой? вот прям он приезжал, захлёб вам рассказывал, вот блин, как здорово у нас там было. Хотя золота не было. Чему-то не было такого. Все время ворчит он ходит, да? Не то, что ворчит, а там такие, ну, были разные моменты, не очень там, как бы, не стоит об этом говорить, наверное. Но они такие, они больше так. По мелочам. Да, больше вот именно, вот так, чтобы что-то серьёзное. Но всё равно он-то там получал удовольствие от того, что они там, вот на чемпионате мира какой-то год был у нас, 18-й? 17-й, когда он играл в тройке с Кузнецовым и Панарином. Вот, ну там Гусев был тоже в этой сборной. Вот, вот тогда и там они там вместе, там третье место они так даже выиграли. В Кёльне, в Кёльне, да, это было. И в тройке с Кузнецовым. Да, да, да. Вот тогда у него такое нормальное настроение было, что он получил, тем более они там вылетели с тампой тогда быстренько. Да, как раз так. Тогда же они вылетели или нет? Ну, они вылетели ещё и в 19-м, а в 17-м они, по-моему, может быть, даже и плохо не попали. это что-то такое было, да, ну, если бы они не вылетели. Поэтому он приехал, да, и как бы немножко вот именно так разгрузился, чтобы получил удовольствие. Да. Самое главное создать атмосферу в команде. Поставить правильно ребят, чтобы тренер должен быть, чтобы они его уважали. Вот это всё должно сложиться, тогда объединить этих ребят вокруг себя, тогда вот получится команда. Почему-то у нас вот в последнее время вот не получается вот вот такой команды. Вот там мы всё вспоминаем, вот этот вот одиннадцатый год молодёжку, что там Брагину тогда удалось, там вот, когда они выиграли, что тогда классная сборная была. А так, чтобы после этого мы и не можем сказать, правда, выигрывали, но чтобы вот такая вот сборная, вот такой у них там хорошее настроение было друг за друга. Да. Канадцам, кстати, в один год умудрились проиграть и на юниорском, и на молодёжном, и теперь и на взрослом. Такое совпадение, да? Наверное, плохое совпадение какое-то. Вот как закономерность какая-то уже мы не можем канадцева выиграть. 10 лет уже не можем и больше получается сейчас. То есть, если они обыграли сейчас, то если... Как раз сказали, что нам пообещали, что следующий победа над канадцами, то есть, следующий матч с канадцами, это будет победа. А следующий матч как раз это шелимпиада, скорее всего. Так что тут загадывает, так что... Сказать-то можно. Сказать можно, да. Ну, завершая наш разговор, есть какая-то такая хорошая вещь, какая-то, которая вас зацепила даже из всего чемпионата мира. Может быть, необязательно по этому матчу, по этому матчу ничего хорошего нет. Но, например, к нам спешат из-за океана люди. Другой вопрос, стоило ли их звать, например, Тарасенко, который еще не в идеальной форме, например, он прилетел все равно, Бобровский прилетел. Или, не знаю, вот шестерых защитников мы увидели, вроде бы в обороне играли не так плохо. Есть какие-то плюсы, так и завершительно о таком. Что вам понравилось из восьми матчей сборной России и, может быть, то, что было вокруг сборной России? Или ничего? Можно даже сказать ничего, это тоже будет понятный ответ. Ну, здесь вот, вот этот Евротур и вообще вся подготовка, год, сборную готовим, тогда мы для чего? вот здесь вот, чтобы пригласить игрока вот оттуда из-за океана. Ну, как зачем? Для того, чтобы люди, чтобы выходили на новый уровень, то же самое от Морозов, как он будет играть без Евротуров? Это же ступенька для него, там Чибриков забил. Нет, я про другое говорю, мы готовим какую-то сборную, год, а потом в последний момент вот набираем игроков, может стоить этими игроками, вот как раз, и вот мы же говорили, вот там на чемпионате мира у тех же там, у канадцев, там и 18, и 19-летние ребята. Может и нам стоит на чемпионат мира, все-таки вот на этот, тем более, чемпионат мира, и было поставить эту сборную вот отсюда, из России. Не приглашать все-таки инхайловцев. Тем более, они приезжали, вот этот карантин был, вот это все, они сразу не могут играть, вот это все не знаю. 10 инхайловцев приехало, 10 у нас. 7 защитников, вратарь, даже 10 человек отцепили молодых ребят. Ну, а знаете, что было бы? Знаете, что было бы? Было бы, как вариант, например, я не знаю, что прям 100%, но, например, сыграли бы как шведы, шведы же играли внутренним, со чемпионатом, скорее всего, ну, так у них были, и был бы ужасный скандал, мы не вышли бы в плей-офф, мы проходили это в 2003 году, в 2004, тоже критиковали, что вот там не вышли, плей-офф провалились. Разве это лучше было бы? Ну, кто-то получил бы опыт, но это был бы скандал. А что сейчас хорошего мы получили? Этим ребятам не дали поиграть. Те НХЛ-овцы, они тоже тут особо ничего не поиграли, вот тот же Тарасенко. И получилась какая-то каша, коллектива-то не было, может, из-за этого еще. То есть вы бы одной командой шли весь турнир? Я бы, я бы да. если я уже вхожу с командой, зачем в нее вносить? Ты вводишь новых людей, другие смотрят, а следующий кто? А следующий я. Как вот, например, по защитнику, вот тот же Игорь Ожиганов, он начал, например, чемпионат, очень неплохо там играл, все. А потом просто его, а кого-то совсем там убрали. Начали чемпионат, вроде, играли и неплохо играли. А потом оттуда приехали и их посадили. Вы представляете, вот состояние этого парня. Но это здоровая конкуренция с другой стороны? Ну, если есть... Какая здоровая? Если из НХЛ приехал, знаешь, должен играть. Их же даже особо, я не знаю, как их там проверяли, кто сильнее. Ну, Орлов-то усилил игру, Орлов-то хорошо играл. Ну, ладно, Орлов там кто-то, кто-то не усилил. Вот здесь вот для меня. Но коллектив они этим не усилили, они его только развалили. Потому что ребята, вот те же канадцы, они взяли этих 24 человека и все играли. А у нас этих 28 еще там запасных привезли сначала, которых вообще просто посидели и их отправили домой. Или как они там, я не знаю, не могу знать. Вот. Это не дает плюс команде. Это нездоровая конкуренция. Человек себя чувствует как-то незащищенный, знаете, и у него отношения, а зачем я сюда приехал? Тем более, ладно, если бы чемпионат мира выиграли, им бы дали хотя бы медали. А вот сейчас проиграли, а вот они в этом там пузыре сидели, готовились там два месяца. Сборы, сборы. Прошли. Кому-то они нужны, эти сборы, а кому-то они не нужны. Не знаю. Но люди хотят, взяли, чтобы они, наверное, играли. Очень неприятно вот это и вот это. То, что оно не улучшает атмосферу в команде. Это 100%. 100%. Поэтому канадцы, тем более, зачем в Латвию везти 28 человек, поэтому они привезли 24. Напоследок спрошу, напоследок, чтобы не затягивать разговор, надо слишком надолго. Есть два отношения к чемпионату мира. Первое отношение, это, как сказал, там, брызгало, на чемпионат мира, везите, кого хотите, вообще его можно проводить раз в два года. Есть отношения к канадцам, которые собрали, я тебя слепил из того, что было. Отношения есть к американцам, которые привозят, много молодых, они там специально, чтобы ребята показали себя перед драфтом, набрались опыта. Они проиграли бы, они относятся к этому легко. Ну, мы проиграли, зато там, типа, обкатали состав, сработали на будущее. Есть второе отношение, да, это у нас, у нас чемпионат мира, это главное событие года, это война, каждый матч, это война, надо смотреть патриотические фильмы, ездить на могилу Харламова, накачка идет, и нам нужен результат, и для нас, там, обязательно, бронзу взять, серебро, каждую медаль на вес золота, прям, золото брать, там, золото для нас цель, если мы возьмем золото, там, станем первыми в рейсинге и ХФ, это будет просто супер, будет чем гордиться. Как вы думаете, какой подход правильнее? Ну, здесь тоже надо смотреть, например, если чемпионат, там, те же, там, видим, что, например, что канадцы хорошую сборную везут лучших всех, американцы лучших, там, шведы, чехи, финны, мы тоже должны, тоже, если есть возможность, мы набираем лучших, но вот, что было в этом году, я уже вроде сказал своему, А зачем под них подстраиваться-то, под другие сборные-то? Я имею в виду отношение к турниру, у нас изменилось отношение к Евратуру, отношение к Евратуру у нас изменилось, прибывкой за Харкини, это были, каждый этап очень важен, там, премиальные давали, привозили всех сильнейших, начиная с Мазякина, потом уже при Беллигинове ниже-ниже, сейчас отношение к Евратуру, что посылает молодежку, и нормально, тем более она выигрывает. Какое отношение должно быть к чемпионату мира? Ну, я не знаю, но здесь тяжело, тяжело, конечно, говорить вот так вот, вот мне, но потому что если относиться к нему прохладно, относиться к нему несерьезно, как там предлагают, как североамериканцы, то зачем там вообще всем этим занимаемся, вот устроим какие-то там школы, учим, потому что у них, когда у североамериканцев есть НХЛ-система, там они пробиться в клубы, пробиться за кубок Стэнли, вот, а у нас-то получается, у нас все-таки, как ни крути, по менталитету, даже чемпионат мира, это большое событие, может, в этом смысле, поэтому так мало экспериментов, поэтому, до НХЛ-система ставят состав, может, это все от этого идет, потому что мы не можем к этому легко относиться. Вы же сами говорите, что у нас вот именно задача, чемпионат мира выиграть. Да. Любой ценой. Да. Вот, любой ценой. Смотрите, и не получается. Овечкин, свободен Овечкин, здоровый, травмы нет, как можно Овечкина не взять? Вот как? Вы бы не взяли Овечкина? Если там, какой-то, он здоровый, вот на чемпионат мира вы бы устали брать. Вот на этот, чемпионат мира? Да. Я бы не стал. Вот. Зачем? Зачем вот с этими, вот со всеми, вот они вот этими вот, я говорю, я бы, я бы вообще Энди Зинхелла не взял бы. Никого. Никого. Ребята готовились и пусть играли. И не дергались, никто бы не дергался. Вот кто был, они бы готовились, и у них вот эта команда была, вот этот костяк у них. Если я говорю, вот это тоже вот, пока вот мы вот с тобой разговаривали, я еще больше укрепился вот в этом. А для чего вот это брали? Чтобы взять первое золото с 14-го года. Взяли. Что-то пошло не так. А вот сразу и пошло не так, что если ее готовить команду, так надо заранее. А не так, вот мы как, как кафтан, как храим, там кто-то раз освободился, мы его давай сюда. А этого парня убираем, и какой-то патриотизм-то теряется. Мне вот, вот мне вот, еще больше, вот я говорю, пока мы с тобой разговариваем. А вот я в чем был уверен, я в чем был уверен, я был уверен до матча, до плей-офф. Я был уверен, что в Канаду пройдем, потому что мне казалось, что соперник совсем другого класса. Но уже в полуфинале на Финляндии нас они обыграют. Вот у меня было такое предчувствие, но я оказалось, что было слишком оптимистично. Но финны еще тут очень хороши. Смотрите, как чехов убрали 1-0. Прямо защитка классная. Алкиноура, Сеатре. Финны, мне кажется, чемпионы мира могут стать опять. Вот, вот, вот финны. Вот они особо за, за НХЛ-овцами не гоняются. Вообще там не гоняются совсем. Два года назад их не было. Потому что они выигрывают командой. Они выигрывают командой. Потому что они ее готовят и потихонечку, планомерно подводят. Вот у них прям вот показатель. А мы вот это вот, я говорю, о, там освободился, давай сюда, быстрее. Нужен он, не нужен. Надо же анализировать, куда он приедет, куда его поставить. В каком он состоянии? Конечно. А все это. И уже для него место какое-то должно быть. А, давай, мы наберем, а потом разберемся. Да. Интересный разговор. Спасибо вам за беседу. И надеюсь, что... На самом деле, вот я говорю, был бы очень большой шаг в правильную сторону, чтобы начали проводить тренерские семинары. Чтобы вас туда приглашали, вообще, всех тренеров, которые просто по-нормальному, люди сядут в круг и поговорят между собой, куда мы идем, куда мы идем. Посмотрят в глаза друг к другу и скажут, что, чего. И вот там как раз открытый разговор, диалог, чтобы свое мнение высказать. Почему у нас нет центральных, почему этого нет. А у нас встреча тренеров происходит только один раз в год на матче звезд, когда они там в шоу участвуют. Это четыре тренера лучше встречаются в шоу. Вот это. Вся встреча. Ну, и в плей-офф друг против друга постоянно играет, но в плей-офф это реально война. Вот Ахбарс там квартально против Хартли. Наверное, тяжело им, кстати, друг у друга будут беседовать, например, да, то есть они плей-офф друг друга обыграли. У каждого свое эго большое, но все-таки если общаться, если начать встречаться, то через это эго удастся переступить. Мне кажется, это станет традицией. Я думаю, что да, потому что, ну, игра-это одна игра, когда-когда закончилось играть, что нормальные люди, совсем другое. Опытом надо делиться, не жадничать, общаться. Надо, чтобы двигался хоккей, вот именно он на российский хоккей двигался. Вот сейчас непонятно, в какой стадии, чего, куда. От этого выиграют все. Все, спасибо вам большое за беседу. Спасибо, Павел, да. Удачи, удачи кучеру, пускай берет еще один кубок Стэнли и приезжает к вам в Гранит. Где сколько команда Гранит, а? Хорошо. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok